За подписью президента республики Узбекистан вышел указ о дополнительных мерах по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве. Документом определяется новый порядок взаимоотношений между фермерскими хозяйствами и хлопково-текстильными кластерами. Теперь они будут получать сырье исключительно через электронные весы. Внедряется также автоматизированная система учета производственного хлопкового волокна. О нововведениях в комментарии программы. Хлопок наиболее распространенное натуральное волокно. С его сбором связана жизнь свыше 200 миллионов людей. Более чем из 70 стран мира еще 60 миллионов человек заняты на различных предприятиях. По переработке плодов растения в собственно хлопковую ткань, а также по получению так называемых субпродуктов. Хлопок является самой выращиваемой непищевой культурой. Более 20 миллионов тонн ежегодного производства хлопкового волокна получают из растений, занимающих 30 миллионов гектаров посевов. Узбекистан – один из ведущих производителей в мире. Следует отметить, что несмотря на уменьшение посевных площадей хлопчатника, в нашей стране и в глобальном масштабе наблюдается тенденция повышения урожайности хлопка. То есть объемы производимого хлопка увеличиваются не экстенсивным, а интенсивным путем. Цена – центральное звено рыночной экономики. Без всякого преувеличения можно характеризовать степень развития рыночных отношений по характеру цен, с действующих в обществе, в том числе в агропромышленном комплексе. Административной системе управления экономикой свойственны государственные цены на сельхозпродукцию, рыночной системе – договорные и рыночные. Таким образом, цена является важнейшим показателем степени развития рыночных отношений. Именно на это делается акцент в последние годы в Узбекистане. Либерализация всех сфер и отраслей не могла не затронуть агропромышленный комплекс. Но обо всем по порядку. Итак, согласно отчету Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, введение кластерного подхода в процесс выращивания и переработки хлопка принесло ряд несомненных выигрышей для экономики республики. Несмотря на сокращение площадей засева на 20% с 1,2 млн до 1 млн гектаров В 2017-2022 годах производство хлопка увеличилось на 21%. К тому же, весь выращенный урожай перерабатывается внутри страны. Полностью ликвидирован принудительный и детский труд, в результате чего прекращен бойкот узбекского хлопка. В свою очередь, экспорт текстильной и швейной продукции вырос с 1,2 млрд долларов в 2017 до 3,2 млрд долларов в 2022 году. Более чем вдвое увеличилось количество занятых в отрасли. Однако, по мнению экспертов, необходимо довести до логического завершения процесс формирования ценообразования на основе спроса и предложения. И таковым одним из завершающих звеньев стал указ президента о дополнительных мерах по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве. Указ, улучшая доступ фермерских хозяйств к государственному финансированию на производство и сбор хлопка, он также дает возможность фермерам более активно закупать материально-технические ресурсы на товарной бирже и продавать излишки хлопка сырца, произведенного свыше нормативной урожайности на той же товарной бирже. Создает механизм для свободного ценообразования, определения цен на основании рыночных спроса и предложения в различных регионах Узбекистана. Всемирный банк полностью поддерживает реформирование хлопкового сектора и будет продолжать плодотворную работу с правительством Республики Узбекистан для продолжения реформирования как хлопкового сектора, так и всего сельского хозяйства страны. Лично я считаю, что это действительно революционный документ. Указ отличается сразу несколькими значительными пунктами. В первую очередь приняты во внимание все мнения и предложения, которые выразили руководители кластеров, фермеров еще тогда, во время обсуждения законопроекта. В документе они отражены в полной мере. Во-вторых, мы становимся участниками мирового рынка. Это настолько четко выстроенный механизм, в котором предусмотрены все аспекты. Появляется возможность свободно конкурировать на мировом рынке. Таким образом, начиная с урожая 2024 года, определен новый порядок взаимоотношений между фермерскими хозяйствами и хлопково-текстильными кластерами. Перед посадкой семян между ними будут заключаться фьючерные контракты на основе результатов монетировки почвы, то есть после определения прогноза урожая. С декабря текущего года начинается реализация по фьючерсным контрактам хлопка сырца на отдельной секции Узбекса и Республиканской товарной сырьевой биржи. Следует отметить, что на Узбексе и Республиканской товарной сырьевой бирже начинаются биржевые торги по фьючерсным контрактам на хлопок сырец урожая 2024 года. Это означает, что торги по урожаю 2024 года начинаются заранее. Фермер размещает выращенный им хлопок на бирже и региональный кластер, предложивший лучшую цену, заключает фьючерский договор. Что немаловажно, стартовая цена будет определяться, исходя из средней цены за 12 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже. Раньше всегда хокемиаты, государственные органы говорили, с кем надо фьючерсные контракты делать. Здесь выбор остается перед фермером. С 2024 года ценовую политику будет вести только мировая биржа. То есть биржа электронная, 12-месячная Нью-Йоркская биржа цены будут средней брать. И минимальную цену с этого суммы будут говорить. Фермеры на основании этой минимальной цены могут своим товаром выходить на биржевые секции, на фьючерсный контракт. В период сбора урожая фермеры могут реализовать свою продукцию, полученную сверхфьючерсного контракта, другим кластерам или субъектам через биржу. Еще один важный момент данного указа – это то, что фермерам предоставляется возможное свободное право продажи на бирже. Сырья, а также первичные и вторичные продукции, выращенные за счет собственных средств, либо за счет коммерческих кредитов. Понятно, что не все фермеры смогут вникнуть в суть нововведений. Поэтому областным администрациям совместно госкомконкуренции, минсельхозам и товарным биржам поручено организовать семинары и тренинги. В каждом регионе республики начались практические семинары узбексо-ресклюканской товарно-сырьевой биржи. Разъясняется порядок прохождения аккредитации на бирже, открытие лицевого счета в расчетно-клинировой палате, участие на торгах в качестве продавца или покупателя, а также выполнение обязательств в рамках заключенных на бирже сделок. Заметим, что в соответствии с указом главы государства, кластеры и все другие предприятия будут получать сырье исключительно через электронные весы, а также внедряется автоматизированная система учета производственного хлопковолокна. Кредитование за счет средств фонда поддержки сельского хозяйства тоже будет осуществляться по-новому. Наш фонд будет выделять на основании фьючерских контрактов 60% для фермерских хозяйств для выращивания хлопка сердца. Это вегетационный период. Раньше выдавались все кредиты для выращивания хлопка сердца прямой на кластеров. Нужные материально-технические ресурсы для вегетационного периода на хлопке сердца они будут сами выкупать, сами покупать. С 1 октября фермерам, заключившим фьючерсные контракты, будут представлены займы в размере до 60% от стоимости хлопка под 10% годовых на 14 месяцев, включая 12-месячный льготный период. Кластеры смогут получить кредиты для расчета по фьючерсам до начала сбора сырья с 1 сентября в размере до 80% от стоимости урожая под 10% годовых на 10-месячный срок с полугодовым льготным периодом. В бирже сделаются маленькие лоты. Это что значит? Это химия нефти будет выставляться не 100 тоннами, а 5 тонн, 10 тонн, 20 тоннами, чтобы у каждого любого фермера могли зайти и выкупать. Это все делается ради того, чтобы не только поддерживать крупных фермеров или кластеров, а также средние и мелкие фермера тоже. До сегодняшнего дня на бирже выставлялись большие лоты, которые могли приобретать только кластеры. Горюче-смазочные материалы и другие продукты мелкие фермеры выкупали у них. Теперь на бирже будут и малые лоты, которые значительно повышают возможности для малых фермерских хозяйств. Определено, что все расчеты между кластерами и фермерами должны производиться не позднее трех рабочих дней. Напомним, что именно вопрос своевременного проведения взаиморасчетов не раз был в центре внимания президента, который подчеркивал наличие проблематики в данном направлении. Кстати, отныне фермеры и кластеры будут подавать заявки для получения кредита в электронном виде через агроплатформу Министерства сельского хозяйства. В агроплатформе у нас регистрируются все контракты фермерских хозяйств. Они ведут свои отчеты учетов в агроплатформе. Там же ведутся и фондовские деньги, и банковские деньги, и все наши материальные, которые обеспечивающие заводы, фабрики, производители химикатов, нефти, тоже будут соединены агроплатформы, чтобы фермеры знали, где под какие цены можно покупать. Или объем весы можно посмотреть, где у кого какие весы, какие лаборатории есть. Все будут централизованно соединены. Помимо этого обновляется и порядок организации кластеров. Теперь, чтобы получить подобный статус, необходимо иметь как минимум два цикла текстильного производства. Это может быть выработка пряжи, трикотажного полотна, газирование, готовая продукция, в том числе крашение. При этом не должно быть никакой просроченной задолженности ни перед бюджетом, ни по банковским кредитам. Свою деятельность кластеры могут начать на основе открытого и прозрачного онлайн-конкурса вкупе с решением Хакима. В свою очередь упраздняется Республиканская комиссия по координации деятельности хлопковых текстильных кластеров. Мировая конъюнктура, в том числе и на хлопковое сырье, достаточно изменчива. Внедрение рыночных механизмов, формирование ценообразования в Узбекистане позволит и производителям, и переработчикам, и кластерам быть, что называется, в тренде. И находить свое место в различных сегментах рынка, несмотря на довольно жесткую конкуренцию.